Привет, друзья! С вами Дмитрий, канал 220 кВт. И сегодня у меня на ремонте телефончик. Он у меня вот в этой коробке, замотанный узолентой. Так, сейчас мы его распакуем, вытащим на свет божий. Так, 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 это сюда. Здесь вот некоторые мелкие комплектующие. Присутствуют. Сейчас мы это все вытряхнем, дабы нам удобно было работать. Привет, друзья! С вами Дмитрий, канал 220 кВт. Сегодня у меня на ремонте телефон BQ модель 5516L. Вот такая вот модель. Дефект разбит и не работает тачскрин. Короче, телефон у меня уже подготовлен частично, в плане того, что он у меня разобран. Так, сейчас я всю эту мелочь лишнюю вытряхну. Берут эти презервативные отвертки одноразовые. Шли в комплекте с этим модулем, короче. Так, это все в сторону. Лишнее все нафиг с пляжа. Это батарею держала, придерживала шлейф коннектора. Так, ну что. Вот, короче, две сим-карты и флешка. Хозяина телефона, да? Аккумулятор в сторону. Новый модуль, правда, еще не проверенный. В процессе проверим. Так, болтики все магнитные, чтобы не растерялись. Дисплейный модуль у нас в такой вот рамке. Так, разберем вот этот вот коннитель. Антенный модуль. Убираем его в сторону. Кстати, сразу нужно почистить загрязнение в районе наушников, в районе коннектора гарнитуры. Так, все это пока в сторону. Дальше, дальше, дальше. Снимаем с платы. Здесь вот два таких вот больших винта, удерживающих системную плату. Сейчас я лезвие отвертки возьму поменьше, потому что не совсем удобно таким крупненьким работать. Вот, теперь получше. Их тоже сажаем на магнитик. Чтобы не потерять, снимаем разъем камеры, отключаем коннектор в АЧ-кабель, отсоединяем нижний нижний коннектор, идущий на динамике, и разъем зарядки. Отсоединяем клавиатуру. Кнопочки, кнопочки. Вот, его надо так вот аккуратно извлечь. Да его еще и фиг подцепишь. Все это отсоединили, это извлекли, и все равно, нам, чтобы проверить дисплейный модуль, необходимо все, системную плату мы извлекли. вот она у нас в таком вот виде. Почистим ее от мелких запылений и загрязнений. Также ее отложим в сторону. Она нам сейчас не потребуется. Так, извлекаем, извлекаем камеру. Она нам сейчас тоже, в принципе, особо не понадобится. Как бы. Так, возьму-ка я двести целей. Лучше шпатилек свой, лопаточку. Где она у нас тут? Так, лопаточка, лопаточка. Вот она. Лопаточка, камера у нас приклеена, похоже, как на некий двухсторонний скотч, похоже, как. Но это нам не мешает ее отодрать. Все, камера извлечена, убираем ее тоже в сторону. так, вот эта пленка мы сейчас тоже извлечем. Для этого берем православный изопропиловый спирт, чуть-чуть капаем на пленки, вот эти вот основы, на скотч, и просто вот таким вот образом ее отсоединяем в конверт, в который находился аккумулятор. все, эту пленку пока тоже в сторону. Так, дальше, что нам тут нужно отсоединить нижнюю часть платы. Тоже выкручиваем все видимые винты, сажаем их также на магнитик. делается это для того, чтобы когда будем извлекать старый дисплей, дисплейный модуль, чтобы полностью все как бы ненужное вытащить, ну, чтобы ничего не повредить при прогреве. У меня сепаратора нету, я буду греть феном, поэтому будем с помощью фена снимать всю эту конетель. Так, нам еще надо динамик вытащить, динамик у нас контактами вниз обращен динамик телефонный, имею ввиду. Так, он у нас контактами вниз, здесь у нас уже отстыковался динамик сам, нижний полифонический, да, все дела, его тоже в сторону. Ну, в принципе, можно было, конечно, без такой глобальной разборки, конечно, обойтись, я думаю, я думаю, лучше перестраховаться, как бы, я немножко не уверен, что здесь можно что-то не повредить случайно, поэтому решил я все-таки путем полной разборки. Коксиальный кабель в сторону, здесь плату эту с деталями тоже сейчас мы ее в сторону изымем, подсоединяем с этой стороны нижний шлейф, извлекаем его, так, плата с разъемом, так, теперь отклеиваем, так, отклеиваем вот этот вот разъем, вернее, платку с контактами на полифонический динамик, также на вибромоторчик, микрофончик у нас здесь, по-моему, просто должен извлекаться, приподняв вот так вот за чехольчик, так, теперь вот этот, вот эту плату надо, вот этот шлейф, вернее, надо его извлечь, чтобы его извлечь, нам надо его подцепить, не совсем хорошо поддается, чтобы его подцепить, поэтому, я думаю, может, проще будет отпаять, нафиг, чем вот этот заморачиваться, благо, он здесь вот так вот припаивается, в двух точках, вот так вот его отсоединить, спирт испарится, и контакт, вернее, клейкий слой восстановит свои функции, добавим немножко туда, припоя, чуть-чуть разбавим, так скажем, эту фигню надо вот так вот в сторону чем-нибудь его придавить, чтобы не не ложился сюда обратно, вот как-то вот так, что ли, вот, реально будет, сейчас мы перезалудим эти контакты, нормально мы уже припоем, легкоплавким, так, а вот вибромотор нам, наверное, придется, его можно, в принципе, и изъять, уже как бы, практически отклеился, все, вибрик отсоединен, снимаем эту плату, чтобы она не мешалась в дальнейшем, вот она такая плата, на которой разъем, вибромотор, вся фигня, убираем это уже в сторону, так, теперь, теперь нам надо вот этот динамик снять, аккуратненько, так, динамик, мы сейчас, динамик, сеточку, все вот эти дела, нам нужно будет вытащить, динамик телефонный вытаскиваем для того, чтобы теплым потоком воздуха случайно не перегреть мембрану и не расплавить ее, либо чтобы ее не повело, только для этих целей, как бы, я его извлекаю, для разборки дисплейного модуля буду применять вот такой вот нож от механик, очень тонкая такая жестянка, также карточки пластиковые, это вообще от блистера какого-то там, не помню, и вот такой вот нож двухсторонний. Для начала подогреваем рамку, поток ставим максимальный, подогреваем модуль, здесь, скажу сразу, рамка очень тонкая, здесь потолще, греем без фанатизма, примерно градусов до 60 до 70 на ощупь, до 80 до 70 Конечно хорошо это все дело делать на сепараторе, но у меня такого пока инструмента нету, поэтому будем делать по старинке. Температура потока 150 градусов, поток максимальный, станция Люкей 868, последующая модель от 702, если кому интересно, погрелим стеклом, проливаем православным изопропиловым спиртом по периметру, и начинаем подкоп вести. В принципе заходим наверно с этого попробуем угла зайти. Так, это слишком тонкая фигня, поэтому я думаю надо что-то попрочнее и пожёстче будет взять, и попробовать туда зайти. Ну и таким вот образом начинаем расклеивать по периметру дисплейный модуль. Главное зацепиться хотя бы с одного угла, как я говорил ранее, подливаем изопропиловый спирт православный и аккуратно карточкой уже срезаем клейкий слой. Так, но дисплейный модуль все равно он уже как бы не вариант ему. Так, надо его оклеить, все-таки скотчем было. Ну короче, вот таким вот образом загоняя карточку под стекло, ну и аккуратненько срезаем скотч. Глубоко здесь не надо, здесь ранки тонкие боковые, поэтому достаточно как бы небольшого уголка карточки туда загнать. и подливаем православного изопропилового спирта, дабы всё это отклеилось. Так, ну и вот, короче, при помощи вот этой дальше присоски, когда уже отклеили, мы его вот так вот извлекаем вместе со шлифом. Вот это всё безобразие извлекаем. Снимаем присоску. Снимаем присоску и старый модуль откладываем в сторону. Здесь надо подготовить всю вот эту поверхность, убрать остатки старого скотча, остатки битого стекла, который здесь ещё имеет место быть. То есть полностью очищаем и подготавливаем данную поверхность к установке нового модуля. Так, далее, значит, после того как мы все обломки стекла удалили, надо пройтись по периметру, где был клей, пройтись и выскребать все остатки клея и всё такое прочее, всё, что осталось, если осталось, и обезжирить при помощи изопропилового спирта либо бензина калоши. В принципе, любой органический неагрессивный растворитель здесь подойдёт для этих целей. Тошметки клея от этого. Здесь нифига не скотч, похоже, был. Здесь, похоже, был клей-герметик. Вот ещё сколько ошметок всё равно собирается, сохраняется в пазах. Всё это надо удалять. Иначе в дальнейшем это будет мешать установке нового модуля. Но прежде чем устанавливать новый модуль, мы подкинем новый модуль и проверим его на исправность. Так, временно установлен новый модуль. Сейчас мы его подсоединим к системной плате. Нижнюю плату я не буду, наверное, подсоединять. В ней особо смысла нет. Вот так сейчас прикинем. Подключим основную плату. Так, сейчас телефон загружается. Подкинул я пока системную плату чисто. Без ничего основного. Там без динамиков, без сим-карты, естественно. Сейчас мы посмотрим, как у нас работает тач, как у нас работают кнопки. Вроде тач работает. Надо проверить кнопки. Так. Угу. Возврат есть. Ну, как-то вот так. 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 Проверяем. Сейчас он загрузился. Проверяем работу клавиатуры. Номерный набиратель. Виброотклик есть. Ну, вроде все это работает. Так. Так. Модуль будем вклеивать, нанося клей по периметру рамки самой. Берем православный Т7000. И наносим по периметру. Еще раз проверяем, что у нас рамка чистая. Наносим его по периметру рамки. Излишки клея потом можно будет удалить. Так. С этой стороны теперь. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот этот, например... Сверху, значит... У нас, в принципе, здесь можно... Вот так вот сделать... Всё, теперь вклеиваем модуль... Заносим шлейф... Так, тут я смотрю, по-моему, ещё... Песчинки, мусоринки... Заносим шлейф... И вот его... Сверху... Прикладываем... И укладываем... В нишу... Таким вот образом... И сейчас мы его... Подцепим на прищепке... Чтобы он у нас немножко... Подзастыл... Клей... Такими вот движениями... Его устанавливаем... Так... Так... И вот чтобы у нас он... Прям... Нормально-нормально... Прижался и приклеился... Используем... Такие вот... Прищепочки... Сюда... И вот сюда... А с этой стороны мы придавим... Такими вот... Прищепочками... Ну и всё... Где-то на пару часов его... Надо вот... В таком состоянии будет оставить... Всё... Пока откладываем... Сейчас... Теперь надо... Плату собрать... Начнем... С подключения... Модуля... Дисплейного... Подсоединяем этот шлейф... К родному... Коннектору... Еще блин... Чуть подлезешь... Подключил... Так... Так... Теперь... Вот эти все... Кабели убираем... Шлейфа... Кабели... Также шлейф клавиатуры... Устанавливаем... Устанавливаем... Как бы... Сюда... Всё это дело... Камеру... Сразу же... Приклеиваем... На то место, где она у нас стояла... Подключаем... К коннектором ее... Так... Дальше... Устанавливаем... Два больших... Таких... Вот... Винта... Который у нас... Плату фиксирует... С этой стороны... И... Вот здесь... Теперь... Подключаем... Коаксиольный кабель... Так... Это я пока уберу... Подключаем... Коаксиольный кабель... Дабы по нему... Не забыть... Всё... Прокладываем его в желоби... Теперь подсоединяем нижнюю... Часть платы... С основной системной платой... Закрываем разъем... Подключаем клавиатуру... Подключаем клавиатуру... Так... Не больно-то она... Хочет... Поддаваться... Зараза... Скользит... Блин... Вот так... Засунем сюда... Так... Продолжаем... Значит... Ставим рамку... Планку... Для аккумулятора... Прикручиваем... Прикручиваем... Коротенькими... Болтиками... Аккумулятор... У нас уже установлен... На штатное место... Теперь... Подключаем... Сканер отпечатков пальцев... Так... Его, наверное, придется вот так вот изгибать... Здесь очень коротенький шлейф... Вот как-то... Не знаю... Как-то вот так его... Ультразвуковой... Короче... Сканер... Ой... Очень неудобная конструкция... Ну... Ладно... Так... С горем пополам... Закрепил я... Сканер отпечатков пальцев... Ну... Теперь... В принципе... Остается только... Докрутить остальные... Винты... И... Включить... Проверить... Работоспособность... Телефона... Ну... В принципе... Я не сомневаюсь... Что все... У нас будет сейчас... Нормально... Собрано... Но... Поверить... Стоит... Так... Так... Где-то мне нужно... Два длинных... Шурупа... Винта... Где-то я... Немножко... Обшибся... Здесь вот... Два длинных... Винта... Должны быть... В... В остальные все короткие... Вот этот... Наверное... По-моему... Длинненький... Угу... Длинненький... Был... Отсюда... Все... Этот... Возвращаем... Сюда... Ну... Что ж... Момент истины... Запускаем... Так... Сейчас... Протрем... Стекло... Пленку я пока не снимаю... Потому что... Владелец... Просил не снимать пока... Пленку... Он там... Что-то сам будет клеить... Не знаю... Так... Разблокируем... Аппарат... И... Сейчас... Посмотрим... Что у нас... И как у нас... Так... Так... Сейчас... Подождем... Пока он загрузится... Угу... Аппарат... Загрузился... Разблокируем... Проверяем... Набор номера... Тачскрин работает... Кнопки возврата... Кнопка... Кнопка... Меню... Держание... Вызов приложений... Все работает... Осталось... Теперь только закрыть заднюю крышку... И... Все готово... Всем спасибо за внимание... С вами был Дмитрий... Подписывайтесь на канал... И... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok...